Привет! Сегодняшний монолог, спич, подкаст, я честно не знаю, как называется то, что я делаю, будет про стратегию жизни. Для меня это мега важная тема и на самом деле довольно-таки болючая, потому что последние лет пять я в принципе задавался этим вопросом и думал о том, как жить эту жизнь, куда идти, чего добиваться и с чем связать свое, как сказать, громко предназначение. У меня было долго убеждение, что стратегия жизни это некий алгоритм, пошаговое действие, которое нужно следовать, строго выполнять, и оказалось на самом деле не так. Стратегия жизни это просто общая наметка пути, которому я хочу следовать. То есть как будто я ставлю где-то далеко маячки маленькие, следую за ними маленькими шажочками и не важно, как я достигаю поставленного. Важно, что я просто это делаю и знаю, куда я иду. Ключевую роль в болючести этого вопроса сыграло мое ложное убеждение о том, что стратегию я пишу один раз и на всю жизнь. То есть вот прямо сейчас сажусь, открываю тетрадочку и такой думаю, а что я буду делать следующие 30-40 лет? Написал, согласовал сам с собой и пошел реализовывать. Причем вне зависимости от того, будет это актуально для меня или нет, как по временным рамкам, так и по моим ценностям. Как бы туда ценности, они имеют место меняться. Если сейчас я, например, хочу посетить все страны мира и для меня ценность это свобода и независимость, то с появлением семьи, скорее всего, приоритеты ценности сменятся в сторону того, чтобы провести время с женой и с ребенком. И это нормально. Вот. Здесь еще есть очень важный момент, что из-за этого ложного убеждения я долгое время гнался за тем, чтобы найти свое предназначение. Ну как, я же стратегию пишу один раз, соответственно, нужно найти мое предназначение, чем я должен заниматься, явившись на этот свет. И что я буду делать там, вставая в 5 утра, заряженный, бодрый, 24 на 7. Вот вся вот эта штука, которая очень хорошо продается, я был ей очень сильно подвержен. Тут самым большим откровением будет признать самому себе, что когда я не верю в себя, я буду верить во всякую херню. И в данном случае для меня вся эта история про предназначение была отличной отговоркой и отправданием для того, чтобы не делать то, что нужно. Ну в том плане, что за последние 5 лет можно было пойти и закончить профессию маркетолога. Или влиться в IT, набивать шишки, страдать, делать проекты, развиваться и набирать компетенции. Но мне была ближе стратегия того, что я вот хочу верить в предназначение, я буду плыть просто по реке, выждать, пока меня прибьет к какому-нибудь берегу. И там, возможно, что-то и случится. Но нет, не случится. И возвращаясь, собственно, к стратегии жизни, вот когда я откидываю розовые очки про предназначение, все сводится банально к тому, чтобы сесть и подумать на тему, а чего же, собственно, я хочу через 5, 10 и 15 лет. И здесь вот, кладя руку на сердце, могу смело сказать, что когда я до этого не занимался планированием, запланировать что-то на 5, 10 или даже 15 лет вперед, просто не то, что невозможно, это очень сложно сделать, потому что выйдет какая-нибудь хер типа машины, дом, квартира, яхты, девушки и все вот это вот прочее. Из личного опыта для того, чтобы начать планировать хотя бы на 5 лет вперед, нужно начать с малого. И я сначала планировал свой день, потом свою неделю, месяц, полгода, год и затем уже смог спланировать свои 5 лет. То есть я примерно знаю, к чему я иду и что я, в принципе, хочу от этой жизни на 5 лет. 10 лет по-прежнему сложновато, но как бы маленькими шажочками я к этому иду. И вот когда я спланировал 5 лет, произошел такой парадокс, что если раньше я не представлял, что будет через 5 лет и что, в принципе, делать, то сейчас вопрос, как это все успеть, как это все уместить 24 часа, потому что 5 лет это на самом деле очень маленький срок, маленький промежуток. В целом планирование это уже механика, это процесс, здесь сложного-то ничего нет. Если загуглить, там полно рекомендаций, протоколов или живых примеров о том, как это сделать. То есть нужно выписать просто то, что я хочу, дальше разложить на мелкие составляющие, декомпозировать и пойти выполнять. И меня больше внутри мучил вопрос не как это сделать, а именно а что мне делать, что вписывать в ту самую стратегию жизни. И здесь вопрос на самом деле не в том, что я не знал, чего я хочу, а вопрос в том, что я это знал, но я себе не разрешал этого хотеть. Потому что мне всегда было важно, чтобы рядом со мной находился человек, который говорит мне, что нужно делать. Это был такой триггер к ощущению, к тому, что я все в этой жизни делаю правильно. Ну такое ошибочное ощущение. И по итогу это получалось как то, что я-то это делал, но внутри раздражался, и мне это не нравилось. То есть я сам себе не могу разрешить что-то делать, и меня еще бесит от того, что мне говорит кто-то со стороны, что нужно делать. Это в итоге постоянная внутренняя борьба, недовольство, на него уходит абсолютно вся внутренняя энергия, и по итогу я не делаю ничего. Вот просто сижу, туплю и страдаю. Если вы героически досмотрели видео до этого момента, и у вас что-то внутри откликнулось, и вы нашли в этой истории себя, пожалуйста, черканите ваш опыт в комментариях. Для меня это будет очень ценно. Вопрос к тем, чтобы разрешить себе делать то, что я хочу и то, что мне нравится, очень легко прорабатывается со специалистом. Пойти к психологу, психотерапевту, пара-тройка сессий, и все наладится. Как результат, лично у меня высполнилось огромное количество внутренней энергии на то, чтобы делать. То есть когда я себе разрешаю, у меня всплывают какие-то мои воспоминания из детства, юношества, студенчества. Какие-то моменты, которые я хотел реализовать, но почему-то я этого не делал, потому что было стыдно, или я боялся, или не верил в себя. В общем, энергия высвобождается столько, что в голове появляется один вопрос. А как мне все это уместить в 24 часа? Как мне это грамотно спланировать, реализовать, чтобы все успеть сделать? И это очень крутое ощущение. В третий раз возвращаясь к вопросу о стратегии жизни, ответу на вопрос, а что же именно делать и планировать, лучшим здесь будет использовать упражнение под названием «Колесо жизненного баланса». Если говорить вкратце, то это методика, в которой выделены 8 самых важных сфер моей жизни. Это, например, финансы, отношения, саморазвитие, здоровье, духовный рост и вот все в эту сферу. И нужно будет просто сесть и подумать на тему того, а что же я хочу получить в разрезе 5, 10, 15 лет в каждой из этих сфер. Возможно, перед этим лучше будет сесть и подумать, а что я имею в каждой из этих сфер на текущей, на данный момент. Кто-то еще рекомендует поставить 10-бальную шкалу, градацию и сказать, насколько я удовлетворен своими финансами сейчас или своими отношениями по 10-бальной шкале. Меня это лично демотивирует, я не использовал эту 10-бальную шкалу, потому что, ну как? Я могу использовать, когда вот меня это либо устраивает, либо не устраивает. Я не могу сказать, что мои отношения устраивают меня на 5 баллов из 10 и нужно там докрутить вот это, вот это, вот это. Я либо в состоянии гармонии нахожусь, либо я в нем не нахожусь и иду к нему. Но есть два важных нюанса, с которыми лично я столкнулся. Первый из них это, что нужно думать именно о том, что я хочу. Ну, к примеру, если я пишу сферу финансов, я думаю, что бы я хотел уметь в плане финансов через 5 лет, а дальше в голову начинают лезть эти похабанные дурные мысли о том, как я этого достигну, а что если получится, а что если не получится. И вот это нормально, но это нужно сразу откидывать, потому что я же пишу стратегию, я пишу общий план того, к чему я хочу прийти. Ответ на вопрос как, это уже механика, то есть я сначала ставлю маячок о том, куда я хочу прийти, а дальше я думаю, а как я к этому приду в разрезе там 5, 10, 15 лет. И второй момент, которым я столкнулся, это нужно помнить про баланс, это очень важно, потому что когда, ну лично я выписывал все эти 8 сфер, я подумал, что о, блин, сфера финансов жестко проседает. И не придумал ничего умнее, как просто взять и вкрячиться в эту сферу там на полтора года. В итоге просело и здоровье, просело и отношения, и абсолютно все, что у меня было в других сферах. Поэтому ключевое слово это баланс. И что самое интересное, проговорив вот сейчас все это дело на камеру, я понимаю, что внутри рождается какое-то чувство недовольства, самоедства о том, что, блин, это же все так просто. Почему все оказывается так просто? Просто же сесть, начертить круг, не знаю, выписать столбик сферы, подумать о том, что у меня есть сейчас, что я хочу получить в разрезе 10, 15, 5 лет и просто идти это и делать. В этом же нет ничего сложного. Вся информация находится в открытом доступе. И вместо того, чтобы это делать, я предпочитал витать где-то в облаках, мечтать и думать о том, что есть мое предназначение. В общем, я сейчас начинаю себя ругать, копать и думать о том, что я просрал последние 10 лет своей жизни. Надо пойти подумать, префлексировать на эту тему. Спасибо большое, что смотрели. Всем до новых встреч. Пока.